Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами стример СЛТВ Слардармчик, и мы продолжаем наш замечательный Фаска 56.65. Московское время 18.45, время уже жутко и позднее, дабы игра должна была на самом деле начаться в 6 часов ровно, а уже время 18.45. В общем, как-то вот так. Ну и встречается, собственно, у нас команда ДГМ, которую мы только что видели. Шикарную команду, на которой я уже думал, всё, надежд никаких нету, команда умрёт, команда сейчас нафидонит, проиграет. Ну, это я так в голове думал, на самом-то деле. Мы видели, что произошло. Ребята, тот же Войт расформился. Пайпа у... мы видели, Бэйна была. Не самый полезный артефакт, конечно, но всё-таки этот артефакт был. Конечно же, должен заметить рефрешер от Магнуса и вещдоктора Аганим. Вот. Ну и Тимберсоу там с Булдстоуном тоже полезная такая вещица была. Вот. Ну, это что касается прошлой игры. В общем, команда ДГМ меня порадовали, и мне ребята показали, что значит... Что значит затащить игру. Ребята играли 50 минут. Ребята затащили. Ребята показали, что значит не сдаваться. Ребята держались, держались, держались и выиграли. Шикарно. Игра мне понравилась. Вначале фидонили, а потом затащили. Игра была шикарная. Вот. Редко бывает, что ребята нафидонят, и потом как-то вытащат игру. Обычно нафидонили и проиграли, и на этом заканчивается игру. Ребята даже... Я видел один раз ПП написали, то есть один тиммейт хотел уже сдаваться. Вот. Но не тут-то было. И капитан сказал, ребят, мы затащим, не переживайте, всё будет отлично. И ребят сделали и затащили. Вот. Ну, у меня немного эмоций переполняют. Вот. Прошлую игру, потому что не чистенько такое, я вижу. Ну, и дабы себя немножечко подбодрить. Ну, и зрителей на канале. Ну, что, задержка на трансляции по стандартному, ребят. Две минуты. Вот. Также, ребята, те, кто меня сейчас смотрят на Твиче, переходите по ссылочке ниже. Группа ВКонтакте. И сейчас у нас идёт голосование. Кто победит, команда ДГМ или команда ДРКХ? Да. Собственно, играют у нас, как вы видите, ну, уже, да, команда Дедли Гейминг Тим против команды Дарк Хоус. Хоус. Хорзы. Ну, в общем, чёрные лошадки. Я буду их именно так называть. Вот. Потому что логотип у команды именно такой. Ну, знакомый. Где-то я его уже видел. Как минимум точно. Вот. Ну, и кратенько о командах. Ну, команду ДГМ я всё-таки представлю ещё раз. Ребята сыграли 35 раз, из которых 8 выиграли, 27 проиграли. Да, поражений много. Но ребят показывают, что они могут играть. И я верю, что у них победы будут с каждым разом больше и больше. И команда Чёрной Лошадки. Ребята выиграли одну игру. Это у них самый первый фасткап. Ребята выиграли 8 поинтов на Старладре. Вот. И сейчас идёт вторая игра. Ну, этой команде я могу пожелать только успехов и всё. Потому что... Ну, в общем, могу действительно пожелать только успехов. Команду я пока не знаю и не видел, как ребята играли. Вот. Это касается, что команд. Ну, и я думаю, перейдём к самой игре. Что мы видим? Команды ДАРК. Видим в бане ДУМ, СКЙРАЙС, ЛАРДАР и ТИНКЕР. В пике наблюдаем ТАЙДХАНТЕРА и ШАДЛУ ШАМАНЫ. Команда ДЭДЛИ ГЕЙМИНГ. Видим, что забанили САЛЕНТЕРА, ВОИДА, ДЭДПРОФИТ, НЮКСА. В пике все взяли ДАЗЛ, НЕКРОФОСА и ЛАЙСТИЛЛЕР. Вот такие вот герои. ЛАЙСТИЛЛЕР с ХИЛЛОМ. Ну, можно так сказать, есть... СКИЛЛ НА ХИЛ НЕКРОФОС. ХИЛ, ДАЗЛ, ХИЛ КРЕСТ. ШИКАРНО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ? РЕВЯТА ЗАХИЛЕНЫ И ПОЛНОСТЬЮ. ДАЗЛ, 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 ДАЗЛ. БУКВАЛЬНО НА МИНУТУ Я ОТЛЕКУСЬ. ДАЗЛ, 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 ДАЗЛ. ДАЗЛ, 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 Д в том, что с татик линком Разор у нас присасывается, Бэйн кидает в сон и высасывается полностью 224 дэмиджа. Это действительно много. Вот. Ну и также Разор это шикарнейший антипик Лайфстиллера. Ну, те, кто не знает или не помнит, если Лайфстиллер инфестом залезает в крипа, в героя, в кого-нибудь, то Разор все равно продолжает высасывать полностью урон. Вот так. Ну что, забанили Штормецкого и забанили команда ДГМ тролля. В пиксе взяли Дарксира и Инвокера. Я на самом деле не знаю, почему именно Дарксир и почему именно Инвокер, но я так понимаю, что Хилл-Хилл, крест, стяжка, стенка и вот эту именно стяжку и стенку рассказ Стэнвокера полностью. Ну, уже зависит от того, в какую сторону, в какую сферу будет качаться Инвокер. Либо это будет Ветеорит Бласт, либо это будет же какие-то Торнадо, ЕМП. Вот. Ну и последний пик от команды Дарксир. Ребят, остается полторы минутки. Вивер! Вот такой вот герой заходит в пик. Прошу прощения за маленькие задержечки, за маленькие лаги сейчас от игры. Вот. Потому что ну, во время пика, я думаю, такое у всех бывает, что подлагивает. Ну что, включу я статистику крипстата на первых минутках. Такой вот забавный интерфейс китайский. Я думаю, я поставлю этот интерфейс, чтобы было какое-нибудь разнообразие. Если кому-то сильно-сильно на трансляции прям отвлекает и мешает, я, конечно, сменю. Вот. Но мне вроде... Мне не мешает. Вот. ДХ и ДГМ. Ну что, по голосованию в группе пока ребята голосуют большую часть за команду ДГМ. Вот. Почему именно за эту команду? Не знаю. Может быть, пик понравился. Вот. Ну а что в команде ДХ? Ну, рассказ-то есть, по крайней мере, инициация Тайтхантер. И я смотрю, тут уже начинаются у нас драки. Бэйн останавливается, слипает. Так. Стяжка. Переагривает дазл на себя. И всё, да? Вот мне... Блин, вот вакуум вкачал у нас Дарксер. Это ошибочка. Лучше бы Сюрдж вкачал, там бы 100%. Попытка... Ну, может быть, не 100%, но попытка забрать была бы. Хорошо. Хорошо. Итак, Бэйн всё-таки не отдал смерть, и это хорошо. ФБ нету. 0-0. Крипы только-только появились везде. Крипы такие. Ватта. Что происходит? Как-то страшно даже. Так, ладненько. Ну что, ребята разошлись по линиям. Также видим, что у команды ДХ ничего необычного такого нет. То есть, каких-то агрессивных связок. Дабл-дабл, мид, что-то такое. Могу сказать и наблюдать, что в трипле будет стоять Вивер, как керри, и также Шадо Шаман и Пэйн. Разор пошёл в мид, и Тейт Хантер в хард. Тем временем, а вот у команды ДГМ, вот как раз-таки хитро и странно немножечко расстановочка пошла. Дарксир пошёл у нас в изи-линию стоять, ну а команда ДГМ агрессировать. То есть, Лайсстилер, Некрофос и Дазл в харде. Триплой. Есть маленький плюсик. Некрофос дамажит со своей аурой неприятно. Дазл дамажит также неприятно. Оба хиллера помогают Ластилеру, выхиливают его. Ластилер ещё отхиливается Фестом. В общем, жуткая комбо связка. Ставится Сентри. Ну, просто ребята друг друга поняли. Не знаю, по-моему, этот Сентри тоже блочит спаун. Посмотрим, посмотрим через минутку. минус 40. Да, это на первом-то уровне. 60%. Так, ну что, к инвокеру уже что-то бежит. Бежит к нему талисманчик. Пока ничего такого. Боттл. Боттл Розоровский. И вместо Боттла на мид бежит телепорт к шаману. Курьер вот такой забавный Бэби Рошан выпал когда-то. Ну а тут у нас украинский кабанчик. Тут ничего такого. Забавный кабанчик с интересным названием. Да, стаки все-таки появляются. так, хорошо. Тайдуха прилетел, поменяясь селениями. Вивер у нас теперь будет на харде. Либо остальные суппорты телепорт заюзают, либо у нас Тайд будет выступать роль керри. ну или ребята просто-напросто будут втроем страдать, вот и все. на миду. Как у нас дела? Инвокер все-таки торнадо емпол эмпеловский. Ладно, если без шуток, то действительно инвокер у нас квасовый ксовый. Так, кстати, клинк. Ох-ох, высасывает на троечку уже вкачан у Розора. 105, 126, коллснэп, эмп, не выжигману, к сожалению, но и курьер команды Рейдентов умер. Команды ДГМ. Ох, вот это плюхенца один раз ударил Розор. Ну что, никакой агрессии тут не будет со стороны. Дазл третьего уровня, есть крест, есть хил, также некрофос уже хил качанный. Так, слип, переагривает на себя дазл слип. Ну тут брейнсеп, и решили заагриться на шаду шамана. Вроде идут, так, замедление бейна, подстапливает Тайт, и тычечка такая шикарная от некрофоса. И это фестблат. Пятый минут игры, только-только фестблат. 1-1, заменяют. Хорошо, Тайт забирает дазла. Дазл, так, некрофос забрал, смоук завязал и ушли. Итак, Дарксир у нас с вкачанным на двоечку уже вакуумом, стенкой, что на самом деле я вообще редко вижу. Обычно, как я вижу, вкачанный на 4 ежик, там, сюрч вкачанный, вакуум на 1, и все, даже без стенки. Обычно я вижу Дарксиров, которые на 11-м левеле качают сразу же два раза ультимейт, там, 10-й, 11-й. Ну и боттл Дарксира. Боттл Дарксира, ботиночек у инвокера, лайстилер только тут пытается себе наформить на Мидасы, так понимаю. Пока все хорошо складывается для лайфстилера. 1200 золота. В 9-й минуте как минимум точно будет у лайфстилера Мидас, ну там, плюс, да, бутылка, которая прилетит, там еще что-то полетит, только инвокер ботиноцей не забрал. У инвокера небольшие проблемы сейчас на миду. Стан, Хекс, кстати, отличный инвокер. Уходит просто-напросто в Гост, Волк. Седает, отхиливается, ну вот инвокер молодец на самом деле. Что, скистовал? Под ДДшкой он сразу разор. Ой, да, 1-1. Ребята не агрессируют, причем никто не агрессирует, спокойненько играют, осторожно причем очень. Ну, инвокер без проблем, сразу же ушел в инвиз. Тут высасывает разор по максимуму. Торнадо ЕМП. 275. Да, буквально чуть-чуть инвокера не хватает. Заюзает все на пол прокаста ману истратит, еще и колснэп готовит к тому же. Фейсбут у инвокера сейчас скоро появится. Медас появляется у Вайстилера. Ну и остается инвокера только вот именно ровненько вот это использует, то есть там Торнадо и ЕМП. Не забывать, что каждый вкачанный на единичку в Экс и квас будет уже зависеть. Ладно. Так, что у нас у Разора? У Разора сейчас будет уже просто райкрика мека, еще вот этот крипочек и все, а есть мека. Фейсбут Ох, Дазл что-то я тут пропустил, что прям так сильно дамажило. Ульта вроде, ульта не в КД. Заагрессировал наверное все-таки Дазл и Вивер у нас забирает Дарксира прям под тавером. С тайм таймлапсом, да. Итак, мека появляется. Итак, Бэйн подбирает руну милюзий. Ладно, хорошо, ну мы понимаем, да, что Вивер у нас самый лучший фармер на карте точно так же как и Розор, Розор еще даже лучше. Убийством пока есть один-один-один, вот так вот ребята идут. Тайт забрал, Вивер забрал и Некрофос забрал. Самый топовый уровень на карте имеет у нас Вивер. И вот заход пошел у нас на Шадо Шамана, Торнадо, ИМП, Выжикману, минус, все, только Хиксули успел Дазл дать. Также Розор присасывается у нас к Инвокеру, у Инвокера небольшие проблемы, отходит назад, Дазл проблемы, Розор минусовывает у нас Некрофоса, Дазл крест вешает на себя. Проблема также у Лайфстилера, Лайфстилер, есть Инфест, уходит. Даблкил от Розора, Рейдж прожимает Лайфстилер, пытается уйти. Плазма. Да, тут Розор побыстрее будет, еще пару раз плазму изнет и все. Не пойдет, вот это лол. Можно было попытаться еще раз забрать. Причем забрал бы 100% тут. Ну хорошо, 2-4. Так, на что общую ценность я, пожалуй, оставлю. Потому что по общей ценности судится полностью затар героя. И пока самый лучший затар у героя это Розор. Мегко конечно не дает огромного дэмэджа, но у Розора и так с руки не дает плекенции. Итак, Инвокер. Розор в Инвизабилити и что-то летит. Пауэртретс. Так, Торнадо, точнее пока ЕМП, выжигает практически полностью виверу. Вивер переагривает на себя. Гост не получится у Инвокера уйти в Инвиз, но пока присоска есть. 168, 196, 224 дэмэджа. Просто максимум. Ну что, надо как-то использовать этот дамаг, пока он есть. Не успеть ничего. Розор уже сейчас закончится. Фейсбутс приобретает лайфстилер. Да, Некрофос и его ультимейт, конечно, очень сильный. Как обычно, команда ДГМ, ну, я пока сужу только по одной прошлой игре. Любитель пофидить в самом начале игры. Ну, надеюсь, этот фид действительно в сильное такое качество плохое не перейдет. так, ну что, Некрофос шестой уровень. стилеры, я так понимаю, будут пока сидеть в лесу, чтобы не мешать никому фармить. Ну, как фармить? именно Некрофос. Некрофос там потихонечку меку вываривает. Есть буклер, есть хедрес. Сейчас, если чуть-чуть пофармить, будет уже и мека. Алый стилер, тем временем, ну, ему и шикарно, в лесу пофармить, то есть, спокойненько. 800 голдишки есть. Не знаю, что будет первым собирать у нас лейстилер. Может, какой-нибудь армлет, конечно. Но вышка тут страдает и падает. Вивер сейчас уже будет второго левела ультимейт. И уже будет 75 стоит мана. монокост. Так, пошел ультимейт лейстилера. Вот так вот хорошо поймали, и это минус. Минус лейстилер умер от вивера. Да, печальненько. Персеверанс есть у вивера, так же, как и ультимейт орб. То есть, это будет линка. Спрять уже будет намного сложнее. Итак, мека появляется у некрофоса и даггер появляется у дарксира. Так, шаман. Пару крипов и будет ульта. Так, и должен быть последний, либо если это не последний, то... Нет, нет, стой, крип, крип. Отлично, просто, в единицу. Есть ульта. Ставится ультимейт и... Носуется потихонечку тавр. Есть глиф, ребят. Да, глиф носует пока вардишки. Золото дополнительное. Хорошо. Забирают, забирают, забирают побыстрее. И шикарно. Ну что, как дела? Есть дазл. Залезает в инвокера у нас с инфестом. Дазл, есть щит. Щит будет набрасываться на свой тимейт или все-таки на вражескую команду. Телепортируется у нас сюда также Бейн. И остается только один герой Вивер. Но у него есть телепорт. Прилетит. Ребят, спрятались. Да, герут Тайдхантера может отлично залететь. Как? Будет залетать. Присасывается у нас Розор. Выходят тимейты. Мека прожимается. Сразу же хил. Проблема. Проблема. Сдазл в другую сторону. Сразу же вешает крест на себя. На нем слип. Выходит Некрофос. Торнадо. По двоим. ЕМП. Выжигает. Просто вовремя. Выходит Ластиллер. Ультимейт от Некрофоса. Раздамаживает. Дайдхантер. Ультимейт. Забираю тут троих. На одного пока. 3.8. Даблкил от Розора. Инвокера тут догнать очень сложно. Да. Да. Вот так вот. Дарксир, к сожалению, в этом замесе не было. Со стеночкой и вакуумом. А что, его не видно, что ли? А, да, не видно. Это лол. Ну что, минус тавар? Так. Торнадо, ЕМП, выжиг полностью Тайдуману. Прилетает у нас сюда Дазл. И от Дазла тоже считания по-моему не было. Ну то есть не все, не все вообще скастовали. Команда. 17-ая минута. Что у нас по опыту? Видим, после вот такого хорошего и удачного замеса для команды ДХ вышли, ребята, в 4000 опыта и 5000 по золоту. это на самом деле прилично. Пауэртретс появляется у Вивера и Вивер у нас ТП делает на бот. Да, ну и Линка, конечно. Ну что, будут ребята забирать бот? Вардишки-то есть. Так, ставятся варды. Ну и минусуется Тавр. Да, тут все-таки будет... Так, Бэйн, 6 секунд, Слип, отличный Слип. Сейчас будет ультимейт, главное не по Кентавру. Ультимейт, пробегает в шокучах и минусуется Лайстиллер. Забирает его Вивер. Тарксир тем временем разрушает на топе у нас вышечку Т1. Ну, золото на золото дало. Лайстиллер умер. Плюсик есть один, Лайстиллер практически не теряет золото, получает это за Тавр. Ну и всей команде золото тоже такой маленький плюсик. но все-таки 3-9 иметь на табло на 18-минуте игры это не очень хорошо. Да, Вивер из таймлапс такой. Какого вау ловить? вау 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 и вау дайя middle tower is under attack 39 8 700 уже 8 800 у вивера имеется это на две тысячи с половиной больше чем у стилера то есть него есть мидас который практически сейчас бесполезен который должен вывести свое вот и все что из полезного есть это наверно facebook все тем временем как у вивера мы можем наблюдать ну хорошо power threats как файзы линька вот это полезно артефакт мало того что на себя можно же наброшу набрасывать на того же тайда допустим который врывается так вот опять нагнетен очка пошла есть дает дает у нас просто ждет в лесочку ждет варда и шамана хорошо также дайвер то есть в любой момент можно запрыгнуть кинуть сетку хекс есть ультимейт у бэйна что у нас тут есть стенка второго уровня что немаловажно есть ультимейт некрофоса и мека но некрофосу надо подойти сюда поближе ну что тут уже все начинается есть глиф да есть да шикарно так торнадо и mp стенка стяжкой дается хорошо таймлапс врывается у нас тайтхантер хорошую тиме дает дазл тут умирает у нас выхиливается ультимейт в инвокер инвокер может умереть ультимейт от тайтханта ультимейт от некрофоса был в тайдуху но пока никого не минусую тут у нас живет живет лайстиллер ну а тут у нас тем временем забрал дарксиру даблкил точнее нет стоп бэйна забрали бэйна забрали вместе с вивером и так отличная стяжка у нас от дарксира торнадо емп выжигается пол хп и тысячка минус дарксир забирает у нас тайтхантера и некрофос забирает разора также некрофос делает даблки забирает шаду шамана шикарно минус 5 вы посмотрите на эту я не знаю ребят вот команда дгм вот так хочется немного обозвать вас вот вы вроде такие вот такие вот 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 прям даже слова не подобрать к вам но вот вроде команда фидит вот как я уже говорил фидонит самом начале игры но вот что это было так что ребята сделали камбэк опять минус 5 что это такое 8 10 22 минута игры конечно же инвокер благодаря тому что сейчас не умер просто сделали минус 5 шикарно просто вот можно я включу статистику да посмотрите 5000 опыта проигрывали они мало того что выиграли эти все 5000 они еще и тысячу заработали это при том что сейчас статистика но от обновляется потихонечку вот шесть тысяч золото семь с половиной штук выиграли эти ну не сердце но 5000 выиграли золото 5000 на минус 5 на от каждого по 1000 вот некрофоса да видим у которого был ботинок уже пару страд стики дазл появился ботинок наконец-то и скоро будет еще и аркана я так понимаю ластиллер ну ластиллер просто на фармил в замесе он особо много ничего не сделал то есть где-то находился но все равно 1000 сверху есть также и армлет вот инвокер который отлично и сделал комбо связки торнадо емп колл снэп вот и тем самым вы формил себе ну не знаю барабаны появились нет но по крайней мере oblivion став него точно и так вивер уходит минус кура ошибка ошибка кура вроде принесла с упортом и так просветка и и и и и вивер ждет шикучи уходит вон за ним лежит и надо цеплять как дазл ждет ждет поджидает вивера в шикучи опять уходит бэйн шаманом готовится уже я даже сами с 3 поставили аганим появляется у разор разор тут сюда не подойдет хорошо сайса с 3 сбиваются вражеские отходят урна у бэйна вешать на вивера так у нас некрофос понял какой зашел на хайграун понял так некрофос заходят будет торнадо или что торнадо цепляет ем по к сожалению далековато не смог выжечь но тормада цепанула так тп делает нас дарксир возвращается с базы ребята уже второй раз курьера потеряли за эту игру да вот это лол хорошо четвером тут готовятся ластилер тем временем форме на самом деле ластилер тут я не знаю нужен не нужен но дамаги он особо сильно не вносит но по крайней мере от инфеста 275 урона это прилично и так все таки подходит ластилер есть армлет есть все если из бутс уже что-то некрофос некрофосу надо чуть-чуть опыта ребят не начинайте дайте немного опыта некрофосу чтобы он заработал сей этот 11 уровень все-таки иметь так врывается тайтхантер сразу же врывается на у нас дарксира стенка связка торнадо щит дазла также на себя крест вешает минус у нас умирает шаду шаман проблемы у тайтхантер тайтхантер умирает да и на умирает проблему у разор разор также должен умирать минус даблкил от инвокера шикарно серия убийств у нас появляется у некрофоса и кого там дарксира мека минус 4 ребята земли 12 10 барабан также у нас редко вижу электрити скилл и так арчит есть арчит у инвокера вивер гоня за некрофосом хилл щит сразу же торнадо тарксир стяжка и и и вот 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 жуки пошли хилл жуков надо убивать жуков надо убивать и подхиливать некрофоса некрофоса настолько суровый пацан что даже не снимает жуков все ребята ушли башера арчит появляется вот так вот так наконец-то ребята разрушает дарксир тут т-1 и урна появляется у дазлом еще плюс хилл сколько хила нам на этом хилле конечно ребята тоже выезжают как же в замесах без них так тп-1 делают у нас дазл так инвокер у нас гос волки будет сейчас спалить палит разора палит тайт хантера тайт хантер там в откате пока ультимейт но сейчас будет второго уровня так арчит шамана тут минусует тайт вырвается стреляя откидывать плюет бедного инвокера локер поставил стеночку и ушел барабана ушел шикарно хексу лина появляется у дарксира вот это артефакт очень сильный просто контрят очень много всего а также сбрасывает с того же вивера то есть будет наверно хекс и арчит и уже вивер ничего не сделает дизоль появляется у юра я на самом деле надеялся и думал что у вира будет какая-то какой-то бкб там ну типа контур не знаю все-таки дизоль дамаг тоже на самом деле важен а вот разор уже делает семья видимо агоним слеп проблем у дарксира инвокер уже все а инвокер уже тут же жда уже 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 тут да что это будет заход опять же команды дгм в этот раз и есть арчит есть башер есть все есть или это все-таки рож да это будет рошану это рошан без мако поэтому ребята видят на обсе просто-напросто зашли будет заходить на стайд есть маки от команды дх так бэйн готовится все готовы так мигают айду дает но они все на варте сил до зал отходит у нас забашился некрофос не от центре тоже нет не цепляющий который сбивают центре и достают тут сбили тоже ops ребята вижена нет так пока не видят пока не видят бэйн так так как же с виженом вид 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 сразу же двоих заходят сразу же крест на себя вешает даза у просто знал хиксуля просто тут все достает хил емп торнадо хороший ультимейт от бэйна бэйна тут даже должно убирать шамана вместе с бэйном забирает ультимейт от микрофоса даймлапс уходит уходит вивер уходит просветка поздняя просветка и тэп аут минус 2 минус 2 саппорта это на то что тай дух раскоставался все-таки вера ребята будут заходить наршана элекрити не хватается блокера сейчас на какого-нибудь сила стилера повесить ну что небольшие благи у нас у вивера сейчас перезайдет но вот я это ну вот вот этот фух 15 10 31 минуты игры я уже даже наверное вот так состояние байбеков оставлю да команда дгм по экспириенцию затащила по золоту начинают подниматься вверх кто у нас тут лучший 11000 вот тут дарксир вместе с ластиллером ну что ждем ждем пока перезайдет у нас вивер надеюсь не очень серьезные проблемы у вивера ладно пока посмотрим что у нас в турнирной сетки тем временем творится так полуфинал там уже ребята играют в той части сетки а тут та команда которая сейчас выиграет в этом раунде будет играть против такой команды с логотипом который написан тайт вот но самого названия тавр тайт тавр вот написано полное название команды по-русски такие все разные вот так вот и команда тоже вижу что создана только сегодня его только у них тоже первый фаскап у ребят 2 2 победа и одно поражение вот так видимо в другом они фаскапе сыграли проиграли зарегались на следующий его два раза выиграли да вот будут играть против команды тавр но кто будет играть либо команда дгм либо команда дх команде дх сейчас надо под собраться да вот тут айда то что ультимейта нет это плохо айд айд украинский кабан нет у меня серьезно это название кабана вообще забавляет так на руну не могу так нажать вот жалко нельзя вот так вот оставить на время чтобы было постоянно такой вот vision на карте но и вивер наконец-то переподключается шикарно гол отлично поехали что забирается на сроша срошала и стилер забирает аегу и теперь у нас дазл приостановлю эту игру извиняется мисклик так арканчики арканчики появляются у дазлом долго я ждал чтоб удастся появились арканы да ну вивера тут сложно будет поймать на самом-то деле итак смоу код команды дгм да прямо по такой сантюшки которая сейчас заканчивается так дарксир будет залетать или как нет пока пока ребята отходят торнадо цепляет 1 отходят полминуты еще нельзя будет ничего инвокеру за как заходить 20 секунд подходит плейстилер тем временем до 2 что-то там летит ставку лизердин ну что в дарксир залез у нас инфестом лайфстилер и иллюзии отправляет так вот чтобы они постояли так вивер тут у нас слепую дазлом и кровь и зачем-то забрался ли так ёжик пошел у нас на вивера зачем на вивера типа дает vision какой-то или что все вся команда сразу побежал за верим за этим вивером которым не угнаться и так три минуты до иги надо как-то реализовывать ребят серьезно просто разводят команда да ну и конечно же ластилер который не фармит все это время и так в пятером опять вивер байтится на себя подамажил так дарксира и убежал просветка просвет зацепил новик просто убежал то есть потерянный просвет зачем идти по миду на эту т3 который нафиг никому не сдался и заберите вы вышечки по сторонам дефайте вот серьезно на т3 заходить очень сложно к тому же когда есть все скиллы у команды команда легко можем зайти от дефа дает хантера тем времен персеверанс то бишь это будет это будет у нас рефрейшер конечно и бэйн бэйн мигает помигали ему говорят ну бэйн куда ты идешь бэйн спрятался бэйн у нас хитрым но тем временем команда команда дх у нас зашла за т2 тавр сейчас будет как заходить плазма пошла отгоняет у нас разор потихонечку видят тут у нас бэйна бэйн сразу же слипает себя вылезает нас лайфстиллер уже аж перезарядился даже скилл так цепляет цепляет у троих тиммейтов удастся небольшие проблемы дазл крест не себя вешает просветка просветка мимо и еще минута бкб инвокер яд ультимейт от разора плазма ультимейт от очень хороший ультимейт от тайт хантера носует мекк от у нас от некрофоса ставится змейки ставится связка ставится сразу стеночка у некрофос тут должен умирать и некрофос живет не от мира сетки 2 в 1 разменивается небольшие проблемы тайт и тайт также умирает 3 в 1 забирают бэйна забирают нас даблки у вас или на той хантре и бэйне небольшие проблемы у вивера вируха и дед уходит уходит видят его но тут он опять же уйдет дазл проблемы просто вот вивер разводит как детей дамут грызет грызет таймлапс стяжка ничего у ребят нету и все а вивер сейчас еще мог бы на развороте убить и дарксиры и пол команды вот серьезно что это такое ребят арчит hex и минус вивер очень шикарно сыграли вот это уже ошибочка ну что поделаешь крайне мере у вивера есть бэйбэк ну что ты 2 tower падает у нас команды дх на топе и будут заходить на низ работе 700 хп всего и кровь хочет чуть-чуть под фармить крипов 20 маны в регент секунду так некрофос некрофос все куры сейчас будет с аганимом аганим там кучу всего дает расход маны со скипетром сейчас он 340 там тоже 340 ла 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 да урон как уже от 3 ультимейта будет в общем жутко walker 2 600 барабана 0 обновлять будет или что-то приобретать новенькая life stealer что-то себе везет этом your мир тут команда просто уже настолько за шуга на то есть уже варды не покупают ребята в лес не пойдут фармить не будут 20 на 12 40 минута игры пошел гост колл снэп на готове линка арчит хекс связка тайтхантер ультимейт отлично по четверым просветка инвокер бкб крест свешивается на некрофоса ультимейт торнадо сбрасывает просто торнадо от бэйна некрофос ультимейт забирает тайтхантера минус один замедление обмыву сам на ластилер грезет есть рейдж не прижимает забирает бэйна дарксирры ежиком забрал бэйна сюрш вешает на ластилера уходит вивер пытается на таймлайн и кд нет забирает все-таки инвокер забирают нас также вивера минус 3 кое-как оцену уходят у нас разору благодаря микки который сам себя за сейвил ну и что минус 3 ребят от заходить скрипами отхиливаются этот ребят аганим как раз появляется некрофоса и отключается датул пять минут вы серьезно жутко ребят нам еще пять минут ждать ребят Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем... Ну что... Команда ТТ, да... Тинкерина... Вот... Играют они также против... Шведской команды Альянс... И тоже был бы шикарный... Если бы никто не пропускал... Такие матчи... Вот... Это что касается... Сегодняшнего дня... И все... На сегодня... Такие матчи заканчиваются... Сегодня забавный матч... Обязательно надо, конечно... Посмотреть команду Альянс... Вот буквально через полчаса... Как раз и я тоже... Откомментирую матч... Пойду смотреть... И вам того же желаю... Будет, я думаю... Вообще классно... Посмотреть... Понаблюдать... Не каждый день... Все-таки... Такие команды играют... Это вот что... Говорить... Если отходить от темы... От данной игры... Такое вот... Интересное... Ну а все... Видеозаписи всех... Игр... Которые я комментирую... Вы можете найти у меня... В группе в сообществе... Видеозаписи... Либо же... Искать их по... По стенке... По ссылочкам там... И найдете... Собственно... Игры... Вот... Все записи будут загружены... Сегодня вечером... Около 10 вечеров... В качестве 720... Да... Да... Уже дазл у нас в доте... Дожидаемся... И... Возвращаем игру... Бэйбэка... У вивера нет... К сожалению... Тысячи не хватает... И... Бэйн... Тоже нету... Золота не хватает... Тайт... То же самое... Да... Ребята... Все-таки... Как минимум... 20 секунд... Будут не играть... Так... Ставится варде от шамана... Шаман тут... Дефает... Да... Крепы тут не зайдут... Так... Инвокер... Торнадо готово... Олег Кретин себя вешает... Рейдж... От Кайстилера... Так... Минусует... Тут у нас... Разор... Разор... Разорчит... Меда... Меку на себя заюзал... Пытался застоять... Ничего не получилось... Я... Кастуется на шаман... Забирает микрофос... Крестность... Вся доза повесил... Будет хил... Наверное урна... Есть урна... Есть хил... Да... Все вешает... Торнадо... Не очень точно... И... Ребята идут... Только не под фонтан... Ультимейт... А... Хотя ультимейт у нас... Заюзывает микрофос... Вот жадный-то... А... Так... Падают варды... И падает также Т3... Микрофос... Ультимейт... Дамаг... Мало дамаги... Зачем? Зачем этот ультимейт был? Вообще... Потратил зря ульту... И... Также микрофос должен умирать... Меку... Проюзывает... Хил... Нет... Просто умирает... И разбирает микрофоса... Вот это называется жадность... Так... Торнадо... Торнадо... ЕМП... Отлично... Выжигает... Бласт... Не цепляет, к сожалению, бластом... Но минус Т3... Вот это называется жадность некрофоса... Потратил ультимейт зря и... И умер... Итак, БКБ появляется у Розора... А гоним... У... Дарксира... Форстаф... У Дазла... И БКБ... У Вивера... Что у нас с Хексулину? Ой, Хекс... Вру-вру-вру... Шива... Шива появляется у Инвокера... Да, Шива... Это еще плюс дополнительный дамедж и замедление... Так... Ставится у нас ОПС... Хотел бы я, но у нас заслепить не получилось... Так, зашел в Инвиз... Должен был видеть... Вижен был! Уходит у нас Розор... И остановочка игры... Молплейстилера... Так... Так... Возобновляется игра... Да, пауз тут вообще невероятная куча... Бэйн... Арчит... Так... И минус... Присасываются... Присасываются просто... Дамажит этого Дарксира... Это все иллюзия... Но... Разорота... Все равно... Дамаг высасывает... Так... Так... Ну что, есть Рошан... Так... Плазма... Видят всех троих... И... Жуками цепляет Некрофоса... Отхил... Просвет... И... Так же Слип на Инвокера... Плазма... Минус... Так... Арчит... Коллснеп... Живо... Утается уйти... Утается уйти... Есть Жуки... 7 секунд... 6... Торнадо... Откидывает... Есть БКБ... Инвиз... Шикар... Плазма... Чуть-чуть не... Вот... Чуть-чуть не надо было зацепить... Но не цепанули... И Инвокер уходит... Забрав килл еще и Бэйна... Ну вот так вот... Получается где-то 2 в 2... Ребята... Разменялись... И идут опять на Рошана... Без Маков... Но все равно... Заходит... Вокер у нас... Реген... Забирает... И Рошан падает... Кирасу потихонечку... Ластилер... Выфармливает... Здесь... Стол... Там уже... Не такие уж дорогие артефакты остаются... Забирают у нас Аегу... Ластилер... Ну... И урна вешается... Сейчас надо как-то... Опять же... Попытаться... Вобрать... Ну... Инвокер у нас такой... Искатель приключений... Ищет у нас всяких... Одиночные цели... Дарксир... Ёжик на себя... Залезает также у нас... Дарксира... Дарксира... Вот видите как... Неплохо сделано... Смокер... Да... Есть торнадо... ЕМП... И мы готовим... Дласт... Крипов... Очень огромное количество... На топе... Надо минусовать... Или идти... Дефать... Или минусовать... Сделать... Попытка... Замесы... И заканчивать игру... Ну... Так легко... И ребята... Не зайдут на хэкграунд... Так... Инвокер у нас тем временем тут... Подпушивает другую линию... Ребята друг друга видят... Залетает Дарксир... Стяжка... Ох... Какой хороший ультимейт... Рефрешер у Тайда... Раскастовывается два раза... БКБ у Розора... Ультимейт... Бласт... Крест Дазл на себя... Хил... Выхиливает по полностью... Но ребята... Умирают... Лайстиллер мгновенно умирает... У него еще Аегис... Восстанавливается... Дарксир... Умер... Вместе с Дазлом... Даблкил от Розора... Минус у нас тайдуха... Минус Розор с байбеком... Телепортируется... Разорвал просто Лайстиллер... В клочья... Вот-вот... Ворды конечно... Ворды очень много дэмэджа нанесли... Сэнстрайк... Пытается уйти... Лекрити есть... Присасывается... Огенвудс... Лекрити... Так... Сеточка... Рейдж в откате... Хиксуля... Торнадо... Эх... Чуть-чуть не хватило... Шива... Плазма... Стопят... И Розор умирает... Тысяча четыреста золота за инвокера... Минус четыре... Ребята от дефа сыграли... Да... Вот что значит от дефа... Тридцать один... Девятнадцать... Шикарный врыв от Айда... Вот этого я заметить не могу... Потому что... Эм... Два раза ультимейт... Шикарно... И варды конечно же... Шамана... Которые внесли... Такую кучу дэмэджа... Да... Ну и... Конечно же... Бэйбэк от Розора... Пять минут кд... Розор тем временем делает себе... Рефрешер... Уже есть Персеверанс и Обливент Став... И остается только Рецептик... Огоним... На инвокера... Практически сделал инвокер сам... Остается только 1000 на... Еще... Артефакт за 1000... Плюс 10 к ловкости... Да... Но нету... К сожалению... Ни у кого Бэйбэка... То есть ребята не заботятся о том... Что могут пропушить... Но... Терраса появляется у Ластилера... Вот это такой маленький положительный плюсик... И до Рошана там... Четыре минутки остается... Огоним... Инвокер только что... Целые 1000 не хватало... Но хорошо... Огоним появляется у инвокера... Все... Две секунды кд... Инвокер будет баловаться... Как только может... Входит в инвиз... Садилась... Задействовал у нас инвокеры... Инвиз... Так... Видит Розора... Монсует вокруг него... Так... Торнадо... БКБ... Влезает Ластилер... Пытает цеплять... Ультимейт от Розора... БКБ... Пытается уйти... Рейдж от Ластилера... И... Тайт... Стяжка... Ультимейт... Та же стеночка... Рефрешер... Хиксуля... Уходит у нас Дарксир... И... Хиксуля... Ультимейт второй раз... Проблемы у Ластилера... Ластилер умирает... Шама забирает даблкил Ластилера вместе с Дарксиром... Две главные единицы... БКБ... Прошел... Торнадо... В КД... Минус... Крест... Отличная Дазл игра... Сетка... Хикс... Минус... Триплкил... Триплкил... Триплкил от Шамана... Дазл уходит... Микрофос... Микрофоса вообще в замесе не было... И рефрешер появляется у Розора... Вы посмотрите... Вот тогда ребята не спушили... А теперь возможно уже есть такая попыточка как проигрыш... И... Аганим... Шамана... Да... Аганим у Шамана тоже там... Урон... 110... То есть было 60... 110... В два раза больше... Господи... Эти 10 змеек будет дамажить... Невероятное количество... Но... Пай появляется у Микрофоса... Это тоже положительный результат... Так... Минусуется Т2... Мгновенно... Ну что потихонечку потихонечку дефы 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 дефы... Ребята... Что одно... Что вторая команда... Рошана... Минутка... Тараска у Вивера... Да... 3000 хп еще и неуловимого... Еще и в БКБ... Как его поймать вообще можно? Чуть... Вот этот таймлапс в 0 секунд... Если еще будет бегать 40 секунд... Еще один таймлапс... Да... Там еще дополнительно... Кроме этого будет Рота 3... Еще 3 минутки... И... Дайкер появляется у Бэйна... Худ появляется у... Тейтхантера... То есть это... Еще один... Пайп... Ну то есть как... Еще один... Так... Дарксир у нас перетягивается тем временем на топ... Да... Лайстиллер... А что себе Лайстиллер фармит? Последним слотом таким... Телепорт бы купить Лайстиллеру... Хотя тут такой момент... Когда не до телепортов... Так... 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 надо. БКБ есть. Ультимейт от Тайда. Рефреш. Ультимейт. Отлично. Мана хватило. Минус 2. Дарксир умирает. Дазл умирает. Вместе с инбокером также умирает. И проблемы были у Ластилера. Также умер. Отличный ультимейт от Бейна. И остается только один Некрофос. Да. Некрофос тут также умрет. И также Т2 падает у команды ДГМ. Ну что, это думаю, да, без бейбеков-то что, ребята, сделать ничего. Поэтому это минус как минимум мид. Издается фортификейшн. Тут минуту ребят держаться. Поэтому бестолку. Шаду шаман. Усушает тап. Пайп появляется утайдухи. Да, минус мид. Ребят перетягиваются сразу же на две линии. Вивер с Бейном будут пушить вниз. И трое тиммейтов будут пушить топ. Что? Минус вышка, минус вышка. И минусуются стороны. И пишет у нас дазл. ГГМ. Даже комментатор уже, который говорит, что все вышки разрушены, уже сам за собой не успевает. Разрушено, разрушено, разрушено. Хекс пошел у нас вивера. Хекс потеряно. Ну и ГГ тоже. Еще ее отменили. Не знаю, что ребят тут будут делать. Минус три стороны. Ребята снесли три стороны. Они теперь либо издеваться будут, либо просто зайдут потом еще один раз. Бабочка у вивера. По-моему, его уже ничто не убьет. Вакуум. Хекс. Яд. Ультима этот. Эйминус. Да, небольшая ошибочка у нас сейчас от Дэйна была. Но это не такая принципиальная ошибка. Вы посмотрите, какая туча крипов тут сейчас пойдет. Ждет у нас, ждет вивер. Взбирает руну ДД и убегает. Пошли жуки. Будут пытаться по одному цеплять или как? Так, Дорксир. Пол хп убили. Бэкап. Ой, Хекс опять не туда. Крест вешается. Пайпуха заюзывается. Разрор также прилетает у нас. Здесь проблема у Некрофуса. Некрофус отхиливается. Мекко заюзывает. Торнадо. Ой, метеорит криво. БКБ. Стенка. Есть стенка. Рефрешер от Разора. Заюзывается второй ультимейт. Инвокер. Гост. Ушел. Хорошо. Ребята оба в инвизе. Ходят. Проблемы у Дорксира. Дорксир тут умирает. И ГГБП. Техен фор гейм. Действительно, игра была шикарная и изумительная. Команда немного пофидонили в самом начале. Именно команда ГГМ. Потом затащила. Потом камбэк сделала несколько раз. Потом опять пихонечку начали проигрывать. И в итоге все-таки проиграли. Думаю, Вересты у нас в статистиках были шикарные. Ну что. Поздравляю черную коняшку команду ДХМ. С их шикарной победой. И продвижение дальше по Старладеру. У ребят дальше ждет полуфинал и финал. Надеюсь, что ребята затащат. Вот. Но всем, ребят, приятного препровождения оставшихся выходных. Побольше выигранных каток. И счастливо. Завтра стрим в то же время. С пяти часов вечера по Москве. Всем спасибо, кто сегодня меня смотрел. Всем удачи. И до скорого.